друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать вчерашний лёшкин ролик но ни для кого не секрет я вчера уже говорила да я вчера вышла со своим обзором на колес обсудить так скажем последние сводки с полей тот самый момент когда я выходила у как раз таки мне пришло на телефон оповещение о том что лёшка выложил новый ролик собственно днюха никитоса светка в больнице но и последние сводки с полей ну что ж как раз таки я хочу с вами об этом поговорить мне конечно мои добрые зрители написали о том что галь там ничего не было интересного но понятное дело естественно да контент у колесниковых оставляет желать лучшего но дабы быть в курсе всех событий конечно же нужно смотреть абсолютно все в первую очередь конечно же первоисточник друзья мои коим является колесникова ну что ж день рождения никита о котором так много говорилось без присутствия мамы знаете я очень много почитала комментариев на канале колес к этому видео где многие писали вот дети без мамы словно рыба рыба которая выброшена на берег и так далее вот я выскажу свою точку зрения по этому поводу не согласна а светка что есть что собственно светки нет от лёшки тоже толку как от козла молока ребят вы знаете дети там уже давным давно стали самостоятельными и не потому что как пишут там некоторые вот светочка вы молодцы вы приучили детей к самостоятельности нет у этих детей просто не было никакого выбора понимаете это вот как в социальных семьях до семьях алкоголиков и тунеядцев вспомните передачи ну типа мужской и женской когда показывают да как дети с малых лет вынуждены себе ходить добывать на пропитание и так далее да вынуждены что-то там просыпаться пока мамки папки папки пьют да ну или где-то там болтаются в данном случае вроде как колеса особо то и не пьют но при всем при этом семьей то не занимаются да спят до обеда им плевать что там дети накормлены напоены вы знаете мне всегда было очень интересно как светка может дрыхнуть с лёхой до обеда зная прекрасно что их мелкие дети просыпаются где-нибудь в 9 10 утра и ползают несколько часов а вдруг что-то случится а вдруг что-то произойдет а вдруг какая-то беда а вдруг куда-то не туда залезут да или еще что-то не дай бог но опять же об этом кто думает об этом думают те люди которые которые рожают да и для которых дети это счастье а такие как светка у нее с лёхой все это дело поставлено на поток то рожаем ипотечников но у них получается именно так да на плюшки от государства и прочие моменты поэтому знаете дети колесниковых вынуждены вынуждены что-то уметь делать в силу своих возможностей насколько им так скажем продемонстрировались в семье да поэтому вот так лёшка сидит на дне рождения никиты как свадебный генерал ребят даже не пошевелится даже ничегошеньки не сделает знаете вообще забегая вперед да мы еще обсудим с вами готовку папину папину а лёхиного отца уже взрослый дядька не то что взрослый уже лёха взрослый дядька уже легкий пятый десяток а лёхиному отцу вообще уже как говорится извините за выражение под 40 лет да никто из них готовить не умеет ребят когда я увидела вот эти помои вот это непонятное хрючево которое приготовил отец лёшки да как лёха сказал это суп потом смотрит говорит нет это больше похоже на соус нет а колесников это не соус это не тушеное мясо с картошкой это вообще похоже на помои это даже стыдно наварил какого-то клейстера лёхин папаша да где непонятные дешманские макароны с картошкой и вот это месиво дети отказались есть никто это есть не захотел знаете для меня всегда было удивлением как мужчина не может уметь готовить я когда слышу истории о том что вот там 35 лет на ютубе да не умеет приготовить даже элементарную яичницу мне хочется спросить а собственно шо это за мужчины у которых даже возможности приготовить да или пожарить картошки элементарно нет да нет таких способностей что это такое то есть я так понимаю что родители этих мальчиков кавычках которые вечные мальчики да вот это вымпел несли потом передали вот этих вот мужчин да в руки жен и потом жены уже всю жизнь тоже с такими мужиками мучаются ребята я в шоке я вы знаете вот увидев вот этих бедных несчастных голодных детей которые ждут пока им кто-то что-то приготовит да но там папка даже не собирался ничего готовить я просто вспомнила своего отца вспомнила как папа мой мой папа офицер приходил со службы 6 часов вечера если мама задерживалась у нее бывало и такое что она работала до 8 вечера мы с братом всегда были накормлены всегда папа жарил самую вкусную картошку папа жарил самое вкусное мясо папа доставал нашу консервацию домашнюю там все что угодно доставал компоты собственного приготовления у нас всегда все было мы никогда не были голодные с папой я не могу себе представить что мой муж будет сидеть в ожидании меня и ждать пока я приготовлю если бы я допустим приходила бы позднее да такие моменты тоже были всегда все было приготовлено абсолютно всегда мой брат тоже всегда все мог приготовить я не представляю что это за мужчины которые не в состоянии приготовить что-то элементарное для своей же семьи для своих же детей вот пожалуйста мама легла в больницу да все сразу лёха уселся сидит я смотрю день рождения ребят назвать это днем рождения это конечно очень сильно и очень круто все дети суетятся ну а лёха сидит рассказывает нам очередные сказки о том как вот тортик то мы там то там то покупали да бананчики мы там то там то покупали странно раньше все это дело нам снимали благополучно на камеру демонстрировали аж по три по четыре ролика показывали как бегали по магазинам а сейчас ничего друзья мои только сказочки рассказывают что где-то что-то купили лёха ну что ж медаль тебе на грудь только за то что ты купил торт своему собственно сыну анжелка с насти колготятся никита друзья мои еще не успел нарезать торт как мелкая уже орет а мне вот этот кусок а мне вот этот кусок а мне вот этот кусок причем орала она несколько раз на что никита молодец ей правильно ответила сказал какая разница какой пол типа положу тебе кусок на тарелке такое возьмешь они типа все абсолютно одинаковые здесь мне понравилась реакция никита потому что видимо мелкая уже достала всех просто до печенок друзья мои далее далее деда не показывают лёшка говорит папа не хочет попадать в кадр ну и да и что 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 да лёшка лёшка спрашивает анжела а ты ждешь от мамы подарок ребят в этот момент когда лёшка спрашивал анжелы подарок подразумевая под подарком естественно нового члена семьи в этот момент анжелка даже глазом не повела лёх эти подарки даже вам самим со светкой по сути не нужны кроме как до плюшки от государства да а уж вашим детям тем более эти новые подарки не нужны потому что для ваших детей ваши дети друг для друга к сожалению не самые родные близкие не братья и сестры да не самые кровные родные родственники нет ваши дети друг для друга конкуренты в борьбе за лучший кусок я об этом говорила уже столько же лет сколько я делаю обзоры на колесниковых да мол мамы нет и совсем не праздничное настроение пытается лёшка нас нас да друзья мои нам показать как все плохо типа без мамы мне очень понравился комментарий я его заскринила но второй телефон сейчас не притащила пока записываю поэтому могу сказать только своими словами обязательно его в следующий обзор процитирую очень понравился комментарий где написали хватит уже фигню нести вы этого для вас не первый ребенок не первая ее беременность да ничего страшного нет прям мамы нету и нет праздничного настроения прям пипец ребят пипец приплыл приплыл как говорится да далее лёшка нам демонстрирует светку буквально меньше минуты приехал к ней в больницу светка жалуется да говорит мне приходится ходить в одном платье целый день а потом еще и спать в этом платье а что у меня вопрос на засыпку заранее свой баул собрать было нельзя многие люди знают даже когда вызывают скорую да вот что-то произошло мы говорим не про беременных а вообще многие люди уже заранее начинают собирать пакет они не знают допустим да пакет сумку там еще что то они не знают заберет ли их скорая но знают прекрасно что если скажут поехали все пожалуйста уже сумка должна быть на готове светка ты нам 55 роликов или 100 роликов сняла о том как ты уже все подготовила буквально в больницу и тут сидишь нам чешешь рассказываешь какая-то бедная несчастная в этом наряде вынуждена ходить без платка заметьте друзья мои на глупой башке вынуждена ходить целый день да еще и спать в этом а что сумку нельзя было себе заранее собрать зная прекрасно что тебе предстоит куда-то ехать да или твой а вот этот вот товарищ который нигде не работает не в состоянии доехать и привезти тебе тут же вещи ведь есть часы для посещения и это абсолютно ни для кого не секрет приехал передал и все и проблем нет никаких да светка увидев лёху гогочит друзья мои довольная счастливая про детей даже не спросила гогочит увидела своего любимого супружника ну и какие-то непонятные слова цветы трактуйте как говорится как вашей душе угодно я в таком виде вот что типа дали что и там чудали непонятно да опять же сказать не в состоянии ни два ни полтора чтобы ее поняли так как надо ее понять меня горит еще на икг там вызывают да ну в общем да неожиданно типа попала в больницу и все собственно друзья мои больше лёшка нам светку не показывал но пока ехал по трассе рассказывал что некоторые зрители значит интересуются светочкиной судьбой и очень мешают медперсоналу заниматься своими делами далее приехал домой после друзья мои показывает на мультипа после работы мы приехали после работы ну-ну верим верим конечно же да купил батон да несколько батонов красная цена купил хинкали которые друзья мои жрать невозможно которые они живут на протяжении уже многих лет купил яйца ну так скажем лишь бы ничегошеньки не готовить и вот продемонстрировал вот этот вот якобы папа мой папа ну дедушка детей да сварил супец да посмотрел говорит ну это что-то похожее на соус нет ребят это было похоже вообще на какое-то месиво непонятное которое может вызывать исключительно только рвотный рефлекс ну и в общем то понятно теперь мне абсолютно как говорится да откуда руки растут откуда лёха такой же косорукий что папаша у него ни черта не умеет что лёха точно такой же ну и лёха спрашивает у анжелки а ты ты что-то готовила она говорит нет нет я горит пришла меня в сон потянула я горит спать захотела лёшка с анжелкой даже спорить не стал видимо прекрасно понимают какую истерику это может вызвать со стороны анжелы бедная настя сидит с таким грустным видом с безучастным видом да и говорит не не я есть не хочу а он говорит а чего ты она горит а ничего я в школе поела а потом они высмеивают сволочи настю и говорят да она таскает там хлеб из школьной столовой да блин будешь тут таскать и не только хлеб и все остальное как говорится что плохо лежит потому что ребенок голодный представляете да голодный а дома и пожрать не в состоянии приготовить ну понятное дело показывают нам кошку собаку да ребят я уже об этом не говорю я уже сказала по горячим следам выкладывая ролик не успел лёшка выложить ролик про собаку я уже сразу сказала что собака не та и показала и объяснила и сказала посмотреть обратите внимание на пятна сравнила даже с роликом где показывали еще на тот момент живую ладу как бы этот момент мы с вами обсудили это да собака абсолютно другая никита никита говорит лёха остался без подарка но мол ничего страшного никита все понимает что у никита есть какой-то выбор а что никита может позволить себе как другие дети которых родители любят холит и лелеет никита может себе позволить устроить истерику и сказать нет я ничего не хочу понимать это мой день рождения который бывает раз в году и почему это вы решили засрать мой день рождения нет конечно никита такого никогда не скажет и все остальные дети тоже никогда себе не позволит слово поперек лёхи сказать и все это прекрасно понимают анжелка жарит мое мясо да друзья мои то самое мясо которое светка еще мариновала а вот мне интересно они судьба была лёхи взять это маринованное мясо до замаринованное мясо уже выйти на улицу и на мангале вкусно на свежем воздухе все это дело на решеточки приготовить быстренько приготовить на решетке принести домой порезать огурцы помидоры свежие да купить какой-нибудь лаваш мотна каш там узбекскую лепешку да ну что такое вкусное вот именно вот я имею ввиду к шашлыку вот такое прямо очень подходит да но на вкус и цвет опять же товарищи нет соусы там те же майонезы кетчупа кто как любит и так далее было бы круто отварить какой-то картошки да свежей вкусной посыпать ее сверху зеленью неужели нельзя было это сделать неужели нельзя было приготовить ребенку праздник не все должны понимать мамка в больнице прям правильно написали мои зрители прям первенца первенца рожает после 40 прям смешно даже уже друзья мои в общем ладно вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока